Мы перенесемся в Керчь и эстафету нашего эфира уже готовы подхватить коллеги из города Героя. Екатерина Рябова с нами на связи. Катя, доброе утро. 2019 год, все мы знаем, объявлен годом театра в России. Как он прошел у вас в регионе и как развивается эта сфера в городе Героя? Доброе утро, коллеги. Доброе утро, крымчане. Поговорим сегодня о том, как развивается в городе Герои театр. Поговорим об этом с нашим гостем, руководителем нового любительского драматического театра и театра студии Лицедей Анатолием Герчзоном. Анатолий Ихилович, доброе утро. Расскажите о своих коллективах. Я знаю, что один из них недавно получил звание народного. Расскажите, пожалуйста. Добрый день. Два коллектива, действительно, я руковожу двумя коллективами. Это образцовый театр-студия Лицедеи Дворца культуры Корабел и новый любительский драматический театр, который сейчас в сентябре получил звание народный. Расскажите о репертуаре. С чем работаете, об артистах? Очень долго можно рассказывать. Артисты разные. Детки – это детки. Взрослые со взрослыми как бы проще, потому что они раз пришли в коллектив, заболели, и они мои. А с детками наступает возраст, когда они заканчивают школу и уходят. И приходят новые детки, с которыми надо все начинать сначала. И это некоторая сложность, но в этом, наверное, вся и прелесть, что новые дети, они познают мир, познают театр, познают себя. Охотно дети идут в театральную студию. Как они о ней узнают? С какими мыслями приходят? Ну и тяжело ли научить ребенка выступать на сцене? В задачу не входит сделать из ребенка профессионального артиста. Ребенок раскрепощается, ребенок учится говорить правильно по-русски, просто говорить правильно. Ребенок учится дисциплине. Вот чему учат театр. Вот наша задача, собственно, детского коллектива и взрослого тоже. Анатолий Ихилович, недавно, я знаю, что в рамках года театра вы выступали на Камчатке. Расскажите вообще о том, как прошел год театра для ваших коллективов. Очень плодотворный, очень плодотворный. Я уже сказал, что мы получили со взрослым коллективом звание народный. Я был приглашен на фестиваль, посвященный году театра на Камчатке, в котором приняли участие около 30 коллективов. Я принял это приглашение. Мало того, я говорил теплые слова о Керчи, о Камчатке на открытии фестиваля. Я посмотрел все спектакли. Мы участвовали, как могли, мы участвовали в видеозаписи нашего спектакля. А в финале я вручил сувениры, грамоты, которые по моей просьбе, милостливо помогла, сделала управление культурой, передали мне. И я вручал тем людям, которые я посчитал нужным, которые заслужили этого. Анатолий Ихилович, а с каким спектаклем туда ездили, что показывали? Я повез два видео спектакля. Детский спектакль и взрослый. «Остров Рикоттупа» взрослый коллектив повез Наталья Мошина. И «По зеленым холмам океана» хорошая добрая сказка о дружбе с детским коллективом. Коллектив детский, как я говорил, начинающий, первогодки играли. Но сыграли, сыграли, молодцы. Тяжело ли работать с детьми? Дети какого возраста у вас выступают? Какие из них самые младшие? И насколько это сложно? Самый младший – это, опять же, мои личные эксперименты. Я пришел в детский сад два или три года назад и делал спектакль «Козявка» – смешное название, такое доброе в стихах произведение, прямо в детском саду. Я их поднимал немножко, мы там, и спектакль получился, и эти детки через год ко мне пришли уже в студию, будучи первоклассниками. Вот, сложно работать? Да, сложно, я не педагог. Ну, есть у меня жена, которая педагог, я получаю консультации, если совсем сложно. Понятно. Анатолий Ихилович, вообще где керченский зритель может увидеть ваши постановки? И вот расскажите немного о репертуаре вообще. Ну, должен сказать, что мы не можем ежемесячно показывать спектакли. Все-таки мы любители, мы не профессиональный коллектив. И, конечно, основная точка – это дворец культуры «Корабел», где мы показываем спектакли. Малый зал, большой. Интересный вот этот последний спектакль, что мы выбрали место для показа – это арьер-сцена. Потому что там атмосфера другая, высокие потолки, и помогает нам раскрыть то, что мы хотели сказать в этом спектакле. Это действие происходит на каком-то несуществующем острове на Дальнем Востоке. Это настолько далеком, что о нем все забыли. И приезжает московский журналист. А что дальше будет, надо посмотреть. Расскажите вот о ближайших планах. Что можно будет в ближайшее время еще увидеть? Ну, в ближайшее время мы не покажем нового спектакля. Работа ведется потихонечку. С маленькими детками вынужден был разделить на две группы – постарше и помладше. И поэтому количество работы увеличивается, и, естественно, объем работы увеличивается. Мы с детками работаем. Я не буду называть название спектакля. Со взрослыми есть несколько вариантов. Будем пробовать и дуэтные спектакли, и хотим массовые. Тоже свои некоторые сложности. Но вот этот год театра нас как бы подстегнул, дал возможность трудиться дальше. Спасибо большое за информацию, Анатолий Хилович. Я желаю удачи, процветания вашим коллективам. Надеюсь, что в ближайшем будущем крымчане многие смогут тоже увидеть керченские постановки. На этом, коллеги, я передаю вам слово. Катя, большое спасибо. Желаем вам хорошего дня, добрых новостей. И напоминаем, что на связи с нами был керченский филиал телерадиокомпании «Крым» и корреспондент Екатерина Рябова.